Здравствуйте, меня зовут Грищенко Наталья, я эксперт Эмми Сколл Онлайн и также я преподаю оффлайн курсы в Эмми Ростов. Сегодня тема нашего прямого эфира это совмещение эйс-бэйс гель-лаковых цветных баз с акригелем. Когда и кому нужно это совмещение? У клиентов очень часто ногтевая пластина на свободном крае начинает при отрастании в трубочку скручиваться. И когда мы укрепляем просто гель-лаком, то вот эта ногтевая пластина в свободном полете, когда она у нас уже выходит за границы подушечки пальца, она у нас начинает принимать такую форму трубочки. Это ее нормальное состояние, чем тоньше ногтевая пластина, тем больше она будет скручиваться, ничего в этом страшного нет, просто ногтевая пластина ничего не держит. У нее нет вот этих ребер жесткости, боковых параллелей, по которым она растет ровно, она у нас в воздухе болтается и просто она начинает вести себя как ей вздумается. Поэтому, чтобы свободный край у нас сохранял форму, мы обязательно укрепляем искусственным материалом. Мы можем укрепить просто базой гель-лака, если ногтевая пластина сама по себе более такая плотная, здоровая, не перепиленная, неистонченная. Но есть клиенты, у кого от природы тонкие ногти, либо периодически клиент самостоятельно сдирает свое покрытие, да, и тогда ногтевая пластина становится тонкой, ломкой, скручивается, особенно если клиент просит квадрат четкий. Вот это очень актуально для именно таких форм более четким, свободным краем. Тему напишите, пожалуйста, Ace Base плюс Акригель. Я сейчас закреплю здесь тему. Совмещение цветных баз Ace Base плюс Акригелевое укрепление. Поэтому мы всегда можем прибегнуть к совмещению разных покрытий, разных материалов. Давайте сейчас еще контрольная проверочка по звуку, все ли слышно, все ли видно, и перейдем на практику. Я вам покажу сейчас два вида укрепления свободного края с помощью Акригеля и Ace Base. Один просто укрепление, второй будет с удлинением. Так, тема. Кто-нибудь знает, как закрепить комментарий теперь? Я как этот первопроходец. Как закрепить комментарий? А, вот. Прикрепить комментарий. Все, тему закрепила. Поехали с вами работать с практикой. Ace Base. Вообще, что это у нас такое? Что за зверь? Это у нас цветная база гель-лак, но она пожестче, чем обычные гель-лаковые базы. Она очень хороша для клиентов, у кого есть проблемы со стойкостью гель-лаковых баз. Потому что гель-лак в чистом виде, он не всем подходит. Давайте положим руку на сердце, честное слово, да? Мы себе дадим, что гель-лаковые базы, они подходят влажным рукам с нормальной толщиной ногтевой пластины. И, как правило, таких клиентов, ну, небольшое количество. Большая часть клиентов, конечно, любит ногтями копать траншеи, да? Очень эксплуатируют наш маникюр не всегда бережно. Поэтому нам лучше всегда перестраховаться и укрепить прям хорошенечко свободный край особенно. Потому что самая распространенная проблема в покрытии – это отслойки со стороны торца, со стороны свободного края. Чтобы ее избежать, эту проблему, мы всегда торец должны укреплять. То есть у нас в торце должна быть небольшая, но толщина. Хотя бы там 0,5 мм по торцу, да, если мы посмотрим в торец ногтевой пластины, должна быть небольшая толщина. Тогда у нас свободный край будет носиться от коррекции до коррекции без отслойок. И все будет прекрасно, да? Вот я тоже себе укрепляю всегда акригелем свободный, стрессовую зону. Остальное, ну, я не сама себе делаю, мастер мне перетягивает уже гель-лаком, либо гелем из флакона, чтобы быстренько все было. Так, зависаю, да? Ну, буду стараться контролировать, ничего, к сожалению, с интернетом поделать не могу. Будем надеяться на лучшее, да? Дальше. Я сейчас убрала старое покрытие свое полностью до ногтевой пластины. И первым делом, что мне нужно сделать, это обязательно обезжирить. Я сейчас буду делать симметрично на двух пальцах, но потом в какой-то момент, да, я сегодня, я перейду на различия между этими двумя укреплениями. Берем наш евроклинсер, обезжириваем ногтевую пластину. Обязательно даем евроклинсеру подсохнуть. Мне кажется, у меня только камера немножечко замыленная, вот так будет, наверное, получше, да? Обезжирили ногтевую пластину. И вот белый фон, мне кажется, он тоже хорошо даст контраст, это будет лучше видно. Обезжирила. Обязательно жду, пока обезжириватель подсохнет. Если я использовала кутикул ремовер или клиент, использовала крема масла перед маникюром, обязательно наносим нейлпреп. Если мы работаем в чистом виде Ace Base без акригеля, можно нейлпреп пропустить. Нейлпреп это у нас дегидротант, да, он хорошо подсушивает влагу. С ногтевой пластиной очень актуально для гипергидрозных. Ногти, у кого прям мокрая такая рука, берете в руку, бывает, а по перчатке шкапельки пота стекают. Такое тоже бывает. Вот, у клиента очень часто, у подростковых, у подростков, у девочек, да, бывает, когда гормонально еще фон не налажен и идут такие изменения. Да, поэтому нейлпреп мы используем в гель-лаке только когда у нас сильно-сильно влажная ногтевая пластина, либо когда мы совмещаем с какими-то жесткими системами. Допустим, сегодня я буду использовать акригель. Это жесткая система, она гидрофобная, то есть она водички боится. И если вдруг у меня здесь осталась какая-то влага на ногтевой пластине, есть риск того, что у меня акригель даст отслойки. Но, опять же, я не буду использовать акригель на всю ногтевую пластину, да, тут тоже думаем немножечко и анализируем, есть ли вообще смысл наносить дегидротан. Можно его тоже пропустить, потому что я буду наносить акригель только на нижние две трети ногтевой пластины здесь, и здесь буду тоже укреплять нижнюю две трети с удлинением, да, то есть у меня по кутикуле, там, где, допустим, римовер я наносила, я акригель выкладывать не буду. Поэтому можно, в принципе, обойтись и без дегидротанта. На этом моменте, я думаю, понятно все вам. Но если вы его нанесете, хуже от этого, как говорится, не будет, да, ничего страшного не будет. Он у нас сильно не пересушивает ногтевую пластину, то есть он никак не влияет на состояние увлажненности ногтевой пластины, он просто с поверхности убирает влагу, да, лишнюю. Очень удобно его использовать, если вы видите, вот базу иногда начинаете наносить, а она прям такой лужицей собирается посередине, вот. И это говорит о том, что клиент наносил крем либо масло, там, сегодня, вчера, ну, незадолго до маникюра. И вы можете нанести наилпреп, и как раз он соберет вот эти остатки масла и крема зажиренную поверхность очень хорошо очистит, и вам можно будет покрывать нормально базовое покрытие, да. Дальше наносим ультрабонд. Опять же, когда мы работаем Ace Base в чистом виде, вот эти два шага мы можем вообще пропустить. И базу, также подложку, мы не наносим под Ace Base, да, то есть Ace Base мы могли бы сразу вот обезжирили, и на голый ноготь сразу положить. Так, у кого еще тормозит эфир, дайте знать, пожалуйста. Ну, вроде как у меня все хорошо. Если мы работаем без подложки в чистом виде Ace Base, мы можем сразу на голый ноготь, без всяких прелюдий, наносить базу. Но я сейчас буду, повторюсь, использовать жесткий материал. Жесткий материал требует подложки. Сначала наносим Nail Prep, потом наносим ультрабонд, и потом наносим Base Gel. Тормозит. Так, норм. У кого-то норм, у кого-то тормозит. Попробуйте, может быть, интернет медленный. Вроде у меня, тьфу-тьфу, как говорится, все нормально, да? И наносим подложку из базы. Можно использовать Super Bond Gel, можно использовать жидкую базу Base Gel. Если влажная ногтевая пластина, мы используем Base Gel. Если сухие ногти, используем Super Bond подложку. Я нанесу на всю ногтевую пластину, хотя можно нанести тоже, только на тот участок, где будет акригель у меня. Вот обратите внимание, кстати, сейчас у меня свободный край, вообще не опиленный, да? То есть у меня форма тут такая, ну, несимметричная, да? Поэтому зависает периодически. Давайте, может быть, не будем лайкать. Я не знаю, мне, конечно, приятно, но эфир важнее. Наносим базу с отступом от кутикулы. И свободный край, вы видите, что я сильно не придавала ему значения, потому что я сейчас все равно буду пилить. Поэтому свободный край на этом этапе мы не корректируем. Так, сейчас я пока сушу, буду сразу отвечать на вопросы. Тема у нас сегодня совмещение гель-лаковых цветных бас Ace Base плюс акригель. Так, добрый день, подскажите, пожалуйста, какие вчера были кусачки для кутикулы в классическом маникюре? Это были Stalix 7 мм. Сейчас я скажу, какая модель. Вот эта модель была Smart 40. Но они сняты с производства уже. Я их очень люблю, но, к сожалению, они снялись с производства. Эта модель у них есть очень похожие, тоже 7 мм. Так, мы высушили нашу базу. 30 секунд мы ее просушили и готовимся к выкладке акригеля. Акригель мы выкладываем, используем колпачок, очищающий спрей. Можно брать евроклинсер, можно очищающий спрей, что у вас под рукой находится. Но с очищающим спреем комфортнее, как по мне. Беру небольшое количество акригеля и начинаю его выкладывать на нижние две трети ногтевой пластины. То есть, если клиент у нас сидит вот так, мне просто не очень удобно. Отсюда где-то и вот досюда мы работаем. Вот здесь нам нужно положить акригель. А спирт можно? Можно. Палочка липнет, смачиваю ее в очищающем спрее и начинаю лишнее. Надо было бы убрать, конечно. Начинаю потихонечку выкладывать. По торцу раскладываю по поверхности мой акригель. Выкладываю на нет свожу. Ребра жесткости формирую. Нам не нужна большая толщина. Нам нужно сформировать толщину в параллелях боковых. Если, допустим, у клиента неровности в боковых параллелях или, допустим, выпилены точки в рост, то очень удобно восстанавливать акригелем параллель. Можно сюда завести, допустим, с излишком, чуть-чуть, и подобрать вот так апельсиновой палочкой и параллель боковую выпиленную. Если запилен в рост, таким образом мы его восстановим. Все. Разравниваем. Тут тоже я люблю попилить больше. Кто-то любит более точно выложить, кто-то любит побольше попилить. Мне комфортнее больше попилить, поэтому я на выкладке сильно не заморачиваюсь. Я просто себе выкладываю так, чтобы мне было пилить по минимуму. Ну, я имею в виду сейчас по толщине. То есть я не накладываю много материала. Торец можно не запечатывать. Можете чуть-чуть с запасом на торец, но нет необходимости прям такой. Подскажите, пожалуйста, будут ли дорожать материалы Эмми? Да, сейчас до 11 числа, пока цены держим, вы можете приобрести по старым ценам. После 11 марта что-то будет меняться в цене, конечно, к сожалению, да. И раскладываю, раскладываю, раскладываю. Акригель нельзя положить тонко, потому что иначе он просто сколется у вас. лишнее убираем. И все, полимеризуем. Ну, когда вы работаете конвейером на нескольких пальчиках, мы пока до большого пальчика дошли, у нас мизинчик уже просох. Вот, ну, вот такое укрепление можно делать не на всех пальцах, а, допустим, на рабочих, да, указательный и средний чаще всего страдает. Поэтому можно сделать два пальца укрепить, остальные просто покрыть эйс-бейс, да, чтобы не тратить время. Если вы видите, что на безымянном, на мизинчике, там очень редко бывают отслойки по свободному краю, в основном такие отслойки там, где ногтевая пластина подвержена больше нагрузке, а это как раз наши вот эти три пальчика, да, все выложили и полимеризуем. Полимеризуем, если отдельно мы сушим палец, то минута, если лампа уже слабенькая, лучше две, да, в эйме лампе минута. Если мы полимеризуем, работаем конвейером, да, как я уже сказала, то достаточно дойти до большого пальца с мизинцем, уже можно будет работать. Ну, я, как правило, всегда делаю, укрепляю все пальцы, просушиваю еще минуту, две руки, и потом только начинаю пил, чтобы уж наверняка. Так. Да, спасибо, девочки, подсказываю. До 11 марта цены пока прежние. Берите, что вам нужно, пока есть такая возможность. Все, чуть-чуть у меня здесь затекло, неудобно мне, конечно, себе делать. Я уже отвыкла себе делать маникюр, ну ладно. Сохраните, пожалуйста, эфир, обязательно сохраним. Подложка здесь из бейс-гель, и следом акригель я выложила. Так, ну и давайте сразу дорастим чуть-чуть свободный край. Возьмем наши формы любимые, потрясающие. У меня на указательном такой гипонихий, ярко выраженный, я уже об этом знаю. Поэтому я сразу подрежу себе немножечко форму. На эйс-бейс можно ли покрывать цветом? Конечно, можно. Это такая же база, как и любая другая гель-лаковая. Ну просто она очень колоссально экономит время вам. Она уже с цветом, но вдруг, если клиент перехотел, допустим, светлый, увидел там у вас какой-нибудь новый темный оттенок, да, и начинает просить у вас покрыть другим цветом, то почему бы и нет. Так. Давайте овал, да, с легким наклоном выставляем форму. Так что я уже на себе совсем разучилась работать. Лень-матушка, что называется, да. Выставили форму. Проверяем. Поджали. И немножко, немножко удлинимся. Давайте овальную форму сделаем, так как я вниз, да, завалила немножко форму. Небольшую длину сделаю. Выкладываю на форму акригель. Также смачиваю апельсиновую палочку и начинаю раскладывать по свободному краю, слегка заводить на стрессовую зону. И выкладываю форму моего свободного края. Сразу вывожу форму, которую я хочу видеть в результате. Оставляю небольшой запас на апелл. Вообще небольшой. Не надо выкладывать пироги на свободном крае. Тем более мы будем еще укреплять архитектуру, формировать из эйс-бейс. Не забываем, да, что она цветная. И, соответственно, нам нужно ее положить будет тоже так равномерненько. Она, конечно, хорошо пигментирована, но если вы где-то неровно выложите акригель или неровно его выпилите, то вот эти неровности, они могут потом мрамором проступать. Понятно, да, о чем я говорю? То есть по поверхности обязательно у нас должен быть акригель очень ровно выложен и очень ровно отпилен. Так, сейчас я развернусь эту. Баковые параллели обязательно, ребрышки укрепляем тоненькими, не оставляемых. Особенно вот эти места стыка, натуральные ногтевые пластины и искусственного покрытия, они очень уязвимы всегда. Не забывайте закладывать сюда толщину покрытия. Не надо здесь в ноль убирать все, иначе у вас будут трещины вот здесь вот в боковых, в точках в роста. Так, ну, мне кажется, что мне достаточно. Сушим в лампе также минуту, если отдельно мы работаем с одним пальчиком. Так, ваши вопросики читаю. Сразу удлинить и укрепить нельзя? Конечно, можно сразу в одну каплю сработать акригелем. Но если мы хотим ускориться и сразу с цветом поработать, да, чтобы у нас сразу было укрепление с цветом, то мы сначала донаращиваем, либо укрепляем акригелем, а потом просто перетягиваем эйс-бейс, и у нас уже готовое покрытие, нам только топом останется покрыть, и все. То есть это очень сильно ускоряет процедуру. Привет из Ростова, привет. Сразу нельзя нарастить акригелем. Ответила, да. Добрый день, при овале форму всегда вниз устанавливаем. Да, при овальной форме мы всегда немножко вниз заваливаем форму. Это основа моделирования. Всегда мы немножечко форму наклоняем, чтобы у нас не получилась утка вверх растущая, да. Все, у нас получился вот такой вот овал. И здесь у нас укрепленный ноготь. Сейчас я чуть-чуть приподнимусь. Начну опиливать. Предварительно обезжирю ногтевую пластину. Какая толщина должна быть у акригеля на свободном крае? Где-то 0,5-0,7 даже, если на коротких ногтях, то 0,7, но я думаю, что будет достаточно. И начинаем опил. На акригель всегда нужно базу сверху наносить, выравнивать. Нет, вы можете акригелем сделать укрепление прямо от кутикулы до свободного края. Абсолютно. Просто мы сейчас именно работаем в технике совмещения. И в технике совмещения очень удобно вот так работать на нижние две трети, чтобы быстрее укрепить и сразу покрыть эйсбейс. Она же у нас с цветом. То есть, соответственно, мы уже цвет пропустим. И укрепление очень быстро получится. Поэтому вы можете, конечно, укрепить акригелем полностью. Затем опилить, обезжирить, покрыть потом еще цветом. И потом нанести там декорации, либо топ, что вам нужно. Но эйсбейс в таком совмещении это очень скоростной маникюр. Поэтому, как вариант, просто имейте его в виду. Мне очень нравится акригель на свободный край, потом басгель. Да, это же то же самое. Только мы работаем сразу цветной базой. И у нас получается два в одном. Мы и цветом покрыли, и базой. Просто когда вы басгель наносите, у вас прозрачное покрытие. Но если вы хотите камуфляж какой-то нанести, 0,2 или 107, у нас оттенки есть такие полупрозрачные, то да, прозрачная подложка – хорошо. А если вы хотите с цветом сразу поработать, что дает нам эйсбейс, она у нас сразу с цветом. Поэтому тут очень хорошо сокращается время процедуры. Торец контролируем. Я немножко сделаю торец тоньше, потому что я буду еще эйсбейс выкладывать. То есть я где-то 0,5 мм сделаю торец, чтобы у меня пирожок не получился. Я же буду еще торец обязательно укреплять, поэтому моя задача сейчас сгладить поверхность, создать архитектуру, скорректировать ее и подготовить ногтевую пластину к укреплению. Все, с этим пальчиком закончили. Начнем теперь второй. Надеюсь, что-то мне не нравится. Вот, ну, я думаю, что нормально. Теперь указательный. По форме опиливаем сначала вид сверху. Овал такой небольшой сделаем. Боковые линии. И чуть-чуть по поверхности пройдемся. Буквально просто сгладим поверхность. Нам не нужна большая толщина в подложке. 0,5-0,7 мм. Более чем достаточно. Потому что Ace Base, она тоже жесткая. И мы ее будем закладывать тоже в небольшую толщину. Чтобы у нас не получилось плюшек на ногтях. Стараемся вот эту тонкую грань поймать. То есть, сильно толстые ногти не делать. Но и сильно тонкие их не сделать, чтобы у нас они продержались, конечно же, до следующей коррекции. Так, что тут у меня по форме? Все, и можно дополнительно еще бафиком пройтись. Чтобы сгладить переходы, поверхность сгладить. Чуть-чуть можно придать мягкости квадратику. Если клиент просит прям четкий квадрат, вы можете опилить акригель, выложить Ace Base и еще Ace Base попилить. Ну, так прям уж совсем, если хотите, идеалочку такую сделать. Можно чуть-чуть ее попилить. Потому что четкий квадрат, ну, конечно, без опила сложно получить. Потому что у нас, так или иначе, либо у нас будут боковые параллели лысые, либо пузатые. Обезжириваю с помощью евроклинсера. Почему для удлинения я здесь не воспользовалась базой гель-лака или, допустим, форм гель-натуралом, да? Потому что здесь я сразу укрепила стрессовую зону акригеля. И когда у клиента прям, ну, большие проблемы со стойкостью, вот такое укрепление будет лучше держаться. Так, ну, давайте какой-нибудь цвет. Допустим, вот этот. 0,5 цвет. Сейчас полистающие вопросики. Здравствуйте. Вместо акригеля гелем так же можно сделать? Можно. Но акригелем удобнее. Вы можете сразу просто несколько пальцев выложить и отправить в лампу. Потом остальные на второй руке так же выложить. Там 4 пальца, да? Отправить даже 5 можно выкладывать сразу. Ничего не будет с ними. Дождались пока акригель, пока обезжириватель наш подсох. И начинаю выкладывать первый слой базы. Я люблю базами Ace Base работать в 2 капли. На указательном тем более буду работать в 2 капли, потому что там удлинение, да? Ну, хотя вот здесь можно, в принципе, и в одну сработать, смотря на сколько нам нужен насыщенный цвет. Она, в принципе, у нас из первого слоя хорошо пигментирована. Пигментированно по цвету ложится без всяких там полосочек, проплешинок и так далее. Поэтому если хотим потоньше, вот здесь можно, конечно, и в один слой сработать. Тогда чуть-чуть поближе еще подтолкнемся под кутикулой. Кто вчера, позавчера был на прямых эфирах, видели, да, как я показывала, как мы наносим камуфляж? Кстати, уже можно приобрести доступ к прямым эфирам нашего марафона. У меня в историях есть ссылка в моем личном профиле. Есть ссылка на этот марафон. Если хотите, пишите мне в директ, я вам обязательно скину. Можно чуточку сцентровать. Все, и отправляем в лампу. Лучше, чем однофазник. Что вы имеете в виду, акригель лучше, чем однофазник? Ну, им удобнее работать. Вот именно на стрессовой зоне им, конечно, удобнее. Мне, по крайней мере. Вы можете, конечно, экспериментировать на нижние две трети, положить, допустим, и монофаз тот же самый. Но насколько вам будет удобно вот здесь вот, да, вот эти параллели сформировать однофазником, монофазом тем же. Ну, мне кажется, будет затекать просто сюда покрытие. Если мы уже архитектуру полностью моделируем гелем, допустим, тем же однофазником, да, то ребра жесткости нам легче моделировать. А когда мы вот нижние две трети только моделируем, ну, по мне, акригелем удобнее. Там, конечно, вы можете поэкспериментировать, если что, напишите мне, как вам понравилось. Так, ну, и давайте вот серенькое, я люблю очень сильно серенький цвет. Здесь, в принципе, я думаю, что достаточно и по толщине, и по цвету. Но если любите прям потолще, можно еще нанести повторно, допустим, и по ребрышкам еще пробежаться. Пробежаться по ребрам жесткости, да, 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 укрепиться. Так, ну и серенькое. Тут поработаем в две капли, поэтому я первую чуть-чуть с отступом нанесу. Сейчас, вон секунд. А, вот это, вы имеете в виду, да, это вытяжка. На столе, да, у меня вытяжка встроенная. Прокрываю тоненько. И вот, когда мы доращиваем, особое внимание уделяем месту стыка, нарощенного кончика, да, нашего, и натурального ногтя. Потому что это место, оно страдает очень часто. И небольшое количество материала от кутикулы к свободному краю. Начинаем стягивать. Распределяем по боковым линиям. Переворачиваем пальчик, центруем. Проверяем. Еще чуть-чуть сцентруем. И отправляем в лампу. Промежуточная полимеризация. В принципе, если лампа мощная, можно по 30 секунд сушить. Но лучше, конечно, камуфляжи и эйсбэйс, то, что с пигментом, да, у нас в составе. Лучше по 60 секунд сушить, если мы работаем, если мы работаем именно по одному пальчику. На опиленный акригель наносить гель можно сразу или покрыть сначала? Покрыть сначала, чем вы имеете в виду? Смотрите, если вы работаете акригелем, как вот здесь, да, опилили, и хотите еще гель выложить. Вы можете акригель выложить и сразу выложить гель и все вместе попилить. Можно так сделать. Допустим, не любите у кутикулы работать акригелем, да, есть мастера-гелевики, которые любят им проще выровнять гелем, да, допустим. Вот, если мы работаем с совмещением акригель плюс гель, вы можете, не обезжиривая, не опиливая акригель, укрепили стресс и перетянули все гелем скульптурным, да, и потом уже обезжирили и все вместе попилили. Если вы работаете базой, допустим, гель-лака Ace Base, это будет файбер-база или медиум или бейс-гель, допустим, наша классическая база, да, то вы сначала опиливаете акригель, обезжириваете его и потом перетягиваете на обезжиренном пальчике уже гель-лаковой базой. Средний пальчик это Ace Base цвет номер 5. Вот это. Вот этот пальчик у нас, вот оно, можете заскринить себе. Очень красивый цвет. Так, ну и здесь мне нужно что сделать? Мне нужно укрепить боковые ребра жесткости и пододвинуться поближе под кутикулу. Я могу чуть-чуть подработать апельсиновой палочкой, отодвинуть кутикулу, помочь себе. Начинаю подходить поближе цветом, потому что это цветная база, она не камуфлирующая, это именно цветные базы Ace Base. Они достаточно жесткие, но даже Ace Base иногда на очень проблемных ногтях может дать отслойки. Если у нас сильно бешеный клиент, очень активный какой-нибудь такой человечек, да, кто постоянно там может за компьютером работать или еще что-то, то на свободном крае может появляться отслойки. И чтобы это предотвратить, мы обязательно будем укреплять, можем совмещать с акригелевым укреплением. Так, выложили и чуть-чуть дотягиваю по боковым параллелям. Перевернусь, центрую. Смотрите, когда центруем, у нас от боковых линий всегда в центр стекает база, поэтому после того, как сцентровали, разверните пальчик и подождите еще чуть-чуть, посмотрите по ребрам жесткости, чтобы они у вас были не лысые. Либо просто подержите пальчик ровно, чтобы в ребра жесткости база вернулась, да, чтобы они не были пустые. Ну и затеки обязательно убираем. Все, сушим, полимеризуем. Так, что у нас? В двух словах про Ace Base расскажите, в чем разница по сравнению с другими базами. Рассказывала в эфире 7 числа очень подробно. Если интересно, можно приобрести сейчас этот эфир. Но, конечно же, я вам сейчас расскажу коротенько, насколько это возможно. Ace Base – это цветные жесткие гель-лаковые базы. Они отличаются тем, что они в составе своем имеют пигмент, и у них немножко другая структура. По сравнению с вот этой базой, да, жидкой, бейс-гель. Или, сейчас покажу вам, где она тут есть у меня. Или вот эта гель-лаковая, да, допустим, база Medium, она мягкая. Ace Base жесткая и цветная, то есть она уже с цветом. В этом ее разница, в этом отличие. То есть, когда у клиента проблемы с мягкими базами гель-лаковыми, каучуковыми, переходите на базу Ace Base. Она очень хорошо держит ногти проблемные. Так, ну мы готовы. Два пальчика готовы у нас. Сейчас покроем топом. Смотрите, из топов я очень люблю два топа моих любимчика. Это Top Teclos и Top Ultra Shine. Top Teclos достаточно мягкий, резиновый. Ultra Shine жесткий, стеклянный. Если мы работали жесткой базой, мы можем взять Ultra Shine. Если мы работали мягкой базой, мы берем Teclos. То есть на Ace Base можно нанести Ultra Shine. Если мы работали базой и медиум, мы наносим Top Teclos. Почему так? Потому что, когда у нас свободный край подвержен скручиванию, Ultra Shine Top может дать такие трещины, как паутинка. Свободный край начинает скручиваться вот здесь вот на уголочках, да, и топ трескается. Он просто очень жесткий. Представьте себе просто, что у вас тонкий лед на ногтевой пластине. И когда на тонкий лед вы наступаете, да, Соответственно, он дает вот такую трещинку. Да, топом обязательно, конечно, Ace Base покрываем. Сейчас я это все сделаю. Так, да, хорошо. Как этот гель-лак называется? Это не гель-лак, это цветные базы. Называются они Ace Base. То есть на среднем пальчике у меня оттенок 0,5, а на указательном у меня оттенок 0,4. Вот они, красавчики. Их всего шесть оттенков. У меня здесь их пять, еще розовенький. Куда-то потерялся третий. Есть белая, сирень, такая бежевая. И вот эти два оттенка. Ну и розовенькая еще такая тоже нежная. Все, и покрываем топом. Наталья, здравствуйте. У одной клиентки даже с таким укреплением не держат ногти. Чем болеет клиент? Я буду покрывать ультрашайном. Потому как у меня укреплен торец. Он никуда не будет гулять, никуда не убежит у меня. И буду покрывать в тонкую. Я уже архитектуру вывела. Мне уже ничего не нужно доравнивать. Топом слегка можно архитектуру скорректировать. Но лучше, конечно, это делать базой. Потому что топ, он все равно, он, во-первых, ультрашайн достаточно тепленький в лампе. Если вы его еще в толщину положите, да, то он может быть такой ощутимый по температуре. Поэтому лучше ультрашайн нам ничего не доравнивать. Сразу можно перевернуть, сцентровать, чтобы там где-то ничего не затекло, да. Вот, полимеризуем в лампе. Финишная просушка 2 минуты. Всегда любое покрытие, когда уже покрыли топом, мы полимеризуем минимум 2 минуты, чтобы финиш у нас хорошо просох, чтобы у нас не было пористости материала, да. Чем менее пористый материал, тем лучше он будет держаться, тем меньше пыли в него будет забиваться. Так, что-то я вижу, у меня тут затек, я пропустила, да. Чуть-чуть уберем вот это вот добро. Тоже момент, смотрите, если мы взяли вот так, да, опилили, и у меня пыль появилась. Вот я сейчас обезжирю, и у меня тут дисперсии не будет, ничего страшного. Это база гель-лак, ничего страшного. Берете и аккуратненько салфеточкой с обезжиривателем убираете пыль. Эйс-бейс. Очень много вопросов по снятию. Как снимать? Снимаем мы ее так же, как и любую другую базу. Мы можем ее спилить, либо можем ее размочить. Размачивается она чуть-чуть посложнее, чем, допустим, медиум база. Но тоже хорошо размачивается, то есть вы сначала фрезой убираете толщину, и остальное размачиваете жидкостью для снятия гель-лака. Может быть, потребуется где-то допилить, доработать по поверхности пилками. Так как база очень жесткая, она очень хорошо держится, и, ну, конечно, такие базы, которые более жесткие, их сложнее всегда растворить. Если пробовали файбер-бейс, растворить тоже наверняка прочувствовали. Она тоже достаточно жесткая. Так, сейчас тут что-то у меня какая-то лишняя живность завелась. Так, ну и все, покрываем. Опять, да, что ж такое, откуда волосы? Убираем, конечно же, лишнее все. Очень быстрое укрепление, уже с цветом. Вы можете использовать эту базу как самостоятельную, да, просто вот однотон сделали клиенту. Допустим, у вас клиент опоздал, вы взяли Ace Base, быстренько шарахнули вот таким образом, да, коррекцию, и все, и до свидания. Либо можно использовать как, допустим, основу под стемпинг тот же самый. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! По снятию, да, сказала уже, можно размачивать, можно спиливать. Я люблю еще, вот, кстати, после покрытия финишем чуть-чуть пильнуть по торцу. Как бы, вроде как и нельзя, но мне так больше нравится. От слоек не будет, там у нас искусственный материал. Так, все равно затек получился, но это я уже потом уберу. Небольшой, да. Да, можно снять полностью до ногтевой пластины, чтобы цвет следующий положить, допустим, вы хотите в следующий раз покрыть вот этим оттенком, да. Вы снимаете максимальную толщину, оставляете небольшое количество базы, чтобы не перепилить ногтевую пластину, придаете свободному краю форму, выполняете маникюр и дальше перетягиваете новым цветом. Если мы хотим покрывать, допустим, цветом гель-лака каким-либо дальше, мы можем не заморачиваться, взять тот же самый цвет, смоделировать и просто перекрыть другим цветом гель-лака. Пожалуйста, так тоже можно. Скоро у нас, кстати, выйдет Ace Base прозрачная. Если вам понравится, а вам понравится, я вас уверяю, это ее структура, база и вообще сама в работе Ace Base, да, можно приобрести прозрачную, чтобы тоже работать, допустим, в технике укрепления. И можно оставить, допустим, отросшую часть, если мы про снятие, да, опять все никак что-то я не договорю. Если возвращаемся еще мы к снятию, да, у нас отросшую часть мы, допустим, чуть-чуть истончаем, здесь у нас от слоек ничего нет, все хорошо держится. Мы сюда выкладываем какой-то другой цвет, ну, допустим, серый, да, тот же самый, сюда можем выложить и сделать такой, как бы, переход плавный. У нас здесь будет нормальная толщина, ребра жесткости на месте, от слоек нет, нам нужно доложить только по линии кутикулы, укрепить здесь. Мы всегда можем дополнить просто второй цвет и сделать такой переход, градиент небольшой. Тоже очень красиво будет смотреться, клиентам нравится, особенно им нравится скорость, поэтому эта база вообще не имеет аналогов по своей стойкости и по пигментированности. Вы видите, что вот на среднем пальце я вообще один слой нанесла, ну, просто песня. Удобно очень с ней работать, она никуда не течет, не надо заливать большое количество, всегда контролируйте нанесение, да, если оно у вас затекло, значит, много взяли базы. Либо у нас обезжириватель не высох на ногтевой пластине, да, либо, вот как у меня на указателе, у меня ультрабон чуть-чуть затек на указателе, но я поленилась обезжирить его, и вот у меня, собственно, мы видим результат, да. Ну, это фрезу, я сейчас уберу, ничего страшного, это все поправимо. Прозрачная чем от хард отличается? Прозрачная эйсбейс, если вы имеете в виду, она еще у нас в планах, но если мы говорим вообще об эйсбейс и хард, то хард это уже ближе к гелю, она нерастворимая вообще. Эти базы это все еще гель-лак. Ну, давайте по вопросикам пробежимся с вами и будем закругляться. Какие у нас еще остались вопросы, пишите, пожалуйста, и мы с вами еще немножко на них поотвечаем. Так, так, так. Так, 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 смотрим, смотрим, смотрим. Про кутику это я ответила. Там будет еще раз повторить, что совмещение, в которых скручивание на свободу, большая нагрузка на ногти, но допустим, клиент не хочет длину носить, и мы, ну, не можем выполнить запечатывание свободного края, да, клиент просит практически там под мископ, под гипонихию брать, все, и мы не можем запечатывать, у нас просто свободного края практически нет, да, поэтому акригель очень удобно в этом. Да, как я уже сказала, гелем вы можете взять и заменить акригель гелем, ну, 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 как бы такое себе, потому что будет затекать. Так, это я ответила. Так, я работала базами Ace Base, у меня в работе была сегодня пятая и четвертая базы, но они все очень красивые, можно брать, нужно брать все, пока до 11 числа еще цена у них предыдущая, да, поэтому не теряем момента. Когда пластины для стемпинга будут в продаже, они выпущены, но, по-моему, их все разобрали, не могу вам сейчас ответить по поставкам, ну, я думаю, что прикладываем все усилия для этого. Все, вопросов нет, я так понимаю, всем все понятно, можете пересмотреть еще раз эфир, если что-то пропустили. Я была всех рада видеть, меня зовут Гришенко Наталья, увидимся с вами еще в следующих эфирах, всем пока и всем хорошего денечка! Субтитры сделал DimaTorzok